Наринмар продолжает готовиться к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Монумент в память о трудовом подвиге жителей региона будет открыт в поселке Искатели. Идея открытия памятника возникла в общественной организации реализации гражданских инициатив НАО еще в начале прошлого года. Где именно будет установлена боевая машина, расскажет Алена Валей. Легендарная бронемашина была доставлена в регион еще в июле прошлого года, но до сих пор не обрела постоянного места прописки. Первоначально говорили о том, что памятник будет установлен в поселке Искателей. Потом решили поставить его в Наринмаре. Но нерасторопность городских властей отправила монумент обратно в поселок Нефтяников и Газовиков. План не представлен с 17 февраля. Вот месяц, понимаете? Есть у нас обращение от Совета сторонников партии «Единая Россия», есть обращение от поселка Искателей. Вот нам остается апрель-май полтора месяца. Вызывает у меня большие сомнения, что вы что-то сделаете, если план график мы месяц не можем нарисовать. В поселке Искателей напротив все уже готово к установке нового монумента. Еще в прошлом году была отсыпана площадка. Танк будет стоять около центральной дороги перед автобусной остановкой «Тиманская». Эта территория уже согласована с дорожными службами и коммунальщиками. У нас подготовлены и сметы на это дело, и площадка, так сказать, по благоустройству она тоже. И сам постамент как бы рассчитан в размерах. Вот, поэтому сейчас дело за малым. Но у нас, конечно, всегда тем плохо, что на 44-й закон. Пока тендер обьявишь, а время идет. Просто немножко маловато времени получается. Конкурс уже объявлен, площадка расчищена. Танк ожидает своего часа на базе частного предпринимателя. Легендарный Т-34-85 прибыл к нам из Польши, где участвовал в сражениях. В этой стране его нашли и отреставрировали. Двигателя уже нет, ствол приведен в нерабочее состояние. Люк машины заварен. К 9 мая танк Т-34-85 обретет постоянное место прописки в поселке Искателей. И каждый желающий сможет прикоснуться к легендарной машине Великой Отечественной войны. Танк станет экспонатом под открытым небом. В дальнейшем площадку около монумента благоустроят. Выложат брусчатку и посадят деревья. Около памятника будут проводиться мероприятия, посвященные победе, Великой Отечественной войне и уроки для школьников. Алена Валей, Александр Дуркин, Телеканал Север.